Что такое хороший нрав? Это умеренность нрава человека, то есть умеренность и сила или способность контролировать свой нафс. Пророк, саллиллаху алейкум, говорит, все нравы у мусульманина могут быть, кроме предательства и лжи. Этих нравов Аллах мусульманину не дает. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья, мы дошли до главы о шедрости пророка, алейсалату ассалам. Первый же хадис, который передают Бухарии и муслим от Абу Зара, пророк, саллиллаху алейкум, говорит Он говорит, меня не обрадует, если у меня будет с горы ухуд золото, и чтобы ночь, одну ночь у меня в доме провел даже один динар, кроме динара, которого я отложу для возмещения долга. То есть, меня не радует, если у меня будет с горы ухуд золото, чтобы хотя бы один динар лишний у меня остался дома. Это слова. Следующий хадис, его приводят Ибн Саад от Аиши, что однажды пророку, саллиллаху алейкум, привезли очень много золота. Динар – это золотая монета, где-то около пяти грамм. Привезли очень много динаров. И пророк, саллиллаху алейкум, говорит, раздал. Раздал, осталось шесть динаров. Отдал одной из своих жен. Потом, как бы лег спать, но не смог успокоиться, пока не встал и не раздал это тоже. Эти шесть пока не отдал, тоже не смог успокоиться. И говорит, когда отдал последние шесть динаров, говорит, вот сейчас я уже почувствовал покой. И хадис, который передает Бухари, от Аиши и Муслим, также передал этот хадис. Мата Расулу Аллаху, саллиллаху алейкум, уадиркуху мархунатум финафақа ти'йяли. Пророк, саллиллаху алейкум, умер. И его кольчуга была заложена за ячмень, который он купил для своей семьи. То есть денег у него нет. И он отдал, как сказано в этом хадисе, он иудей, хозяин магазина. Он отдал кольчугу в залог и взял у него несколько мешков ячменя для своей семьи. Денег не было. Хотя буквально до этого, после взятия Мекки при Хунейне, его доля трофеев была где-то более тысячи верблюдов, где-то около двух тысяч овец, золота всего. Все раздавал. Все раздавал. И еще раз объясняю, мы должны понимать, что пророк бедным, саллиллаху алейкум, никогда не был. Он был состоятельным человеком. Уже после переезда в Мадину, то вообще ему много приходило средств, но он все раздавал. Он все раздавал и умер, заложив свою кольчугу за несколько мешков ячменя для своей семьи. Ограничивался самым необходимым. И порой этого тоже не хватало, не бывало. Он был очень скромным в расходах, в одежде, в жилье. Лишнего ничего у него не бывало. Он все отдавал. Чаще всего у него бывали такие простые плаши, накидки, которыми он обворачивался. И именно простые, из грубой ткани. Вместе с тем, что привозили к нему шелковые, дорогие кафтаны, вышитые золотом. Это все он раздавал, а себе не оставлял ничего из этого. Ученые сказали, что вот это чрезмерное стремление к нарядам, это недостойно мужчины. Вот как сейчас у нас некоторые люди живут по последнему писку моды. Все, что в моде появляется, он одевает там наряды. Это не украшает мужчин. Мужчина должен быть скромным в одежде. Черезмерствовать нельзя. И ученые вообще сказали, есть две крайности. Кстати, внимание. Есть две крайности. Одна крайность, когда чрезмерно человек наряжается. Другая крайность, когда он чрезмерно распускается. Неряшливый вид, там, такой, как дервиш такой. Да? Это тоже порицается. Это тоже порицается у нас в исламе. Две крайности. У нас есть, многие сейчас не знают это. Такое положение есть. Либасу шухра. Одежда, вызывающая одежду. Вызывающая внимание одежду. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, в хадисе, который передали имам Ахмад, Абу Дауд, и Наса, и сказал, Ат-Ибн-Умар, ради Аллаху ан-Хума, тот, кто оденет вызывающую одежду, вызывающую внимание одежду, то Аллах оденет на него унизительную одежду в судный день. И что такое либасу шухра? Это чрезмерное, как бы, вызывающее внимание, вот там, последний писк моды, да, такой. Или несвойственную в данной местности одежду. Допустим, человек одевает здесь одежду, которая здесь не принято у нас ей одевать. Одевает, допустим, одежду, там, условно говорит, эти шотландцы юбки одевают, да, мужчины у них. Вот здесь, если человек оденет, это либасу шухра, запрещено, даже если это будет там ниже колена, да, или разницы нет, чьи бы там не было, арабскую одежду, или индийскую одежду. Потому что некоторые считают, что если там арабская, это пасунья. Нет, нет такого. Вызывающее внимание одежда, это ниже. И его хукму сказали ученые, если это он делает, чтобы вызвать внимание, привлечь внимание, похвастаться, то это харам. Если нет, то это нежелательно. Надо одеваться скромно. Что делал и пророк? И то же самое, чрезчур неряшливую, рваную одежду ходит, хочет изобразить из себя там такого аскета, это тоже нельзя, это тоже порицается. Это тоже вызывающая одежда. Если он это делает специально, чтобы привлечь внимание, чтобы показать себя таким аскетом, это харам будет. Если нет, то это нежелательно. Пророк, саллиллаху алейкум, не было у него ни той, ни другой крайности. У него не было ни той, ни другой крайности. Он одевался скромно. Порой даже бывало так красивая одежда, но не было такой чрезмерно там модной, там чрезмерно дорогой одежды он не одевал. И вот насчет имущества, ученые говорят, в частности, автор Арият говорит, что является хвастовство своим домом, красотой дома, ремонтом дома, или утварью, красивая там посуда, мебель, там, своим транспортом, это не является как бы уделом достойных людей. Достойные, мужественные люди, они этим не занимаются. И если, допустим, у человека, как это было у пророка, имеет имущество, как он имел, у него земля была, у него еще виды доходов были. И он это все тратит на благотворительность, испытывая порой голод. Сам голодал в буквальном смысле, отдавая все другим. Это, как говорится, предел мужества в нраве шедрости. что было у пророка, алейхи салату ассалам. За что его сахаба так любили? Потому что он, саллиллаху, алейхи салам, то, что говорил, он сам первый практиковал. Он говорил про аскетизм, он показывал аскетизм. Теперь, там, следующая глава о нраве пророка, алейхи салату ассалам. Нрав, нравственность это одно из самых лучших качеств, о котором много сказано и в Куране, и в хадисе. Сказано, что больше всего людей в рай ведет богобоязненность и хорошая нравственность. Пророк, саллиллаху, алейхи салам, был самым лучшим примером в этом Куран и хадисы это нравственность. Хвалят, побуждают к нему и повелевают нам, чтобы мы украшали свои нравы и обещают нам за это счастье, вечное счастье в раю за хороший нрав. Некоторые нравы некоторые, что это как бы часть пророчества. Что такое хорошее нрав? Это умеренность нрава человека, то есть умеренность и сила или способность контролировать свой навс, чтобы человек свои желания умел контролировать и управлял ими. Вот эти все нравы, о которых сейчас в дальнейшем будет идти речь, во всех этих нравах пророк достиг совершенства саллаху алейкум в саллаху говорит ва инна каля аля холюк ин азим Аллах говорит как бы ученые говорят сам дал сами похвалил поистине ты о мухаммад являешься обладателем величайшего нрава восхваления со стороны Аллаха субхану ва талла это нам о многом говорит Аллах его хвалит поистине ты величайший нрав человек о мухаммад Аиша роди аллах описывает нрав пророка алейкум говорит в достоверном хадисе который передал имам муслим часть этого хадиса она говорит его нравом был Куран довольствовался тем чем доволен Куран гневался тому чему гневается Куран то есть все что в Куране велено все нравы которые велено нам практиковать он делал практиковал все от чего нам велено воздерживаться он все практиковал Анас радия лаху в достоверном хадисе который передают Бухари и муслим говорит Кан был самым высоколавственным из людей Али тоже самое говорит ученые говорят эти нравы пророку были как бы даны от рождения как бы врожденными качествами были его эти нравы были врожденными качествами это дар Аллаха и это удел всех пророков но он и они тоже потом дальнейшем эти свои которые даны нравы еще больше украшали они их практиковали одно дело иметь нрав но другое дело в жизни в практике придерживаться этих нравов потому что порой бывают ситуации когда очень тяжело проконтролировать свой нафс когда тебя сильно гневают например как пророк алейсуалату эти люди его оскорбляли тушили били его дядю любимого дядю Хамзу убили распороли живот вытащили печень разрезали выкололи глаза уши все и эта женщина предстает перед ним кто живала его печень кто этим занимался одно дело иметь нрав но потом уже когда в такой ситуации как быть и он совладал с собой и простил эту женщину и этих людей которые с ним грубили убивали его с подвижником он решил он в конце концов простил он довел до совершенства то что было дано ему от Аллаха субханаху вата'аля и всем пророкам как здесь автор говорит было дано что Аллах им дал от рождения хорошие нравы природа была чистая у этих людей и Аллах дал им от рождения знания мудрость Аллах субханаху вата'аля говорит например мы дали ему одни сказали мудрость другие сказали пророчество это про пророка Яхью сказано в три года ему это было дано три года Аллах ему дал одни говорят уже мудрость полноценную другие говорят пророчество имам Ма'мар говорит что ему было два или три года однажды Яхья ему дети говорят почему ты с нами не играешь маленький ребенок он говорит я что для игр создан Аллах Акбал сегодня у нас взрослые люди порой уже достигшие старческого возраста сейчас откроют не наиграли здесь кто-то там играется бегает шутит танцует пляшет ну чтобы смешить людей это вообще отвратительно это очень некрасиво ты что ну ладно в молодости человек еще не понимает ну ты же взрослый человек ты что ты уже одной ногой в могиле ты что скачешь прыгаешь тебе что до шуток ты уже должен думать что уже все не сегодня завтра не завтра не завтра уже маляк придет к тебе Яхья алейсалам так как Аллах ему дал мудрость в детстве он в том же возрасте говорит что для Иго что ли Ягэ создан относительно аята священного Курана в котором сказано о Яхья алейсалам подтверждающем слово Аллаха сказано что он уверовал Яхья в Ису алейсалам когда ему было три года и засвидетельствовал что он слово Аллаха и дух от Аллаха даже есть мнение некоторых ученых что будучи в утробе матери Яхья алейсалам уже тогда уверовал в Ису алейсалам автор приводит эту историю что мать Яхья говорила Мария я нахожу что в моем утробе этот ребенок она беременная делает земной поклон приветствуя тому что в твоем утробе ну это история Аллаху алейсалам достоверность вот этой истории Аллах Субхан Ау 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 говорит что Ису алейсалам заговорил с матерью как только родился в Куране сказано Аллах Тахзани относительно кто сказал не печалься когда она опечаленная что люди ее обвиняют что без мужа родила ребенка одни прочитали Мин Тахтиха если Мин Тахтиха читать то Муфастири сказали ниже нее был там Джибриль а есть Кират одно из видов чтения Ман Тахта тот кто под ней был сказано это Иса был есть не что только родился он успокаивает мать не печалься также это уже прямой смысл в Хоране когда Иса алейсалам родился и когда мать вышла с ним наважденным ребенком они говорят как ты родила ребенка без мужа твой отец не был значит распутным человеком мать тоже не была как ты родила она показывает говорите с ним наважденный ребенок он говорит как он же ребенок и Иса алейсалам заговорил инни абдуллах поистине я раб Аллаха атани аль китаба ваджа аляни набия Аллах дал мне писание и сделал меня пророком еще одно доказательство что пророком нравственность нравственность мудрость знания давались порой в детстве при рождении в юном возрасте также аят священного Курана суту аль-анби дал его понимание понимание как решать Сулейману и обоим мы дали мудрость и знания и Давуду и Сулейману также есть история Сулейману алейсалам когда он был маленький ребенок что Ибн Асакия передает что была красивая женщина в бану Исраиля и начали к ней как бы пытаться с ней завязать связи обольстить ее четверо из их лидеров авторитетных людей из-за ее красоты когда она отказала им то они договорились что засвидетельствуют против нее что она сношалась псом собакой четыре человека пришли засвидетельствовали Давуд алейсалам вынес решение ее казнить забить ее камнем до того никак не успели они исполнить это решение и в этот момент на улице сын Давуда Сулейман маленький мальчик играет с детьми берет этих детей значит и как бы сценку делает как заставил четверых одеться как вот эти четверо которые засвидетельствовали против этой женщины одного одел одежду женщины маленькие дети играются и эти четверо свидетельствуют что она там совершила грех с собакой и Сулейман тогда развел этих четверых по разным местам и каждого по отдельности спрашивает какого цвета была собака один говорит черная другая говорит красная третья говорит темная четвертая белая и тогда Сулейман приказывал казнить их четверых такие законы были у них за лжесвидетельствование и когда это передали Дауду он быстро вызвал этих четверых еще не успел казнить женщину и сделал то что сделал сын маленький мальчик по отдельности какого цвета была собака то же самое они запутались потому что лыгали приказал казнить то есть это все мы приводим примеры того что Аллах пророкам с самого детства давал знания мудрость и некоторым пророчество то же самое когда относительно маленького ребенка две женщины были в поле оставили детей двух грудных ребенка волк пришел одного ребенка похитил и убежал и теперь эти две женщины спорят это мой говорит одна другая говорит нет мой и когда вызвали к Давуду Давуд царь он же и пророк он решение вынес старший из них отдать ребенка отдать старший и когда они вышли там на улице Сулейман маленький мальчишка подросток он говорит и они к нему обращаются вот так вот так он говорит принесите ко мне нож я его пополам разрежу и пополам каждую половинку отдам младшая говорит не это ее старшая говорит да я согласен младшая говорит это ее ребенок и Сулейман вынес решение ребенка отдать младшей потому что настоящая мать она готова сохранить жизнь мудрость которую Аллах дал ему и сказано что царем Сулейман стал в 12 лет когда после смерти отца Давуда Алейсалам то же самое еще один пример когда Муса Алейсалам будучи ребенком фараона за бороду так сильно потянул что не оторвал ему с челюсть и когда фараон заподозрил что это тот ребенок от которого он погибнет то есть он уже было у него ненависть к этому злодею также толкователи Корана говорят относительно аята священного Корана то есть мы дали ему становление на истинный путь еще когда он был маленьким еще маленьким ребенок Аллах дал ему гидает пророку Ибрагиму другие говорят что когда он родился Ибрагим Аллах отправил к нему ангела приказывая что тебе Аллах приказал чтобы ты познал Аллаха сердцем и поминал своим языком Ибрагим сказал все я сделал не сказал я сделаю это было признаком его благоразумия он сказал я сделаю я все я опознал и сразу исполнил когда Ибрагим бросили вагон ему было 16 лет ему было 16 лет когда к нему пришел Джибриль говорит тебя спасти тебе нужды нет мне достаточно Аллаха и он лучше на кого уповает когда он его Аллах испытал тем что он должен быть зарезан автор говорит исхака но более достойное мнение что это был Исмаил Исмаилу было 7 лет 7 лет отец ему говорит я увидел во сне что я тебя режу он говорит отец исполни то что тебе велено мудрость и и дает человек он понимает что это приказ Аллах 7 лет ребенку это уже думаю мнение крайние такие мнения бывают что когда Ибрахим своему народу начал аргументировать о единобожии что это наверное божество наше обращаясь указывая на звезды потом на луну потом на солнце что это ему было 16 месяцев но это наверное мнение честь украины да также есть мнение что Юсуф алейсалам получил пророчество когда его бросили в этот колодец был еще подростком Аллах говорит в священном Коране когда они бросили его в колодец пришло им откровение Аллах дал ему откровение что ты обязательно напомнишь им об этом о том что они сделали в то время как они тебя не узнают и действительно это через 40 лет он им это напомнил теперь относительно нашего пророка сказано сказано что от Амины матери пророка Алисалату Ассалам Амина бин Туаб говорит когда пророк Алисалату Ассалам родился он он сразу как бы упал на землю стал на землю уперся руками вот так и поднял голову на небо это было уделом пророков они любили на небо смотреть также в хадисе сказано в хадисе передает Абу Нуаим что пророк говорит с самого рождения как я начал расти у меня сразу была ненависть к идолам и также была ненависть к стихам вместе с тем что арабы были значит их основным достижением как бы как у каждого народа бывает какая-то значит какая-то или наука или какие-то значит искусства что-то в чем они имеют преуспевают чем они опережают да превосходство над другим у арабов это была поэзия но пророк алейсаляту салям с самого детства не любил он никогда ничего не написал из стихов но это была как бы мудность от аллаха субхан аула что потом враги не сказали что он это придумал никогда ничего не писал и в 40 лет выдал сразу салли куран самая красноречивая речь теперь когда они от рождения такими были пророки и в том числе наш пророк мухаммад салли алей ассалям это не значит что они этим ограничиваются нет потом они начинают развиваться это эти значит качество в них развивается знания их растут увеличиваются равы оттачиваются и они достигают совершенства для этого не надо им практики и так далее они без без практики как в куране Аллах субхан его говорит когда он Мусс достиг зрелости телесной и зрелости ума мы дали ему пророчество и дали ему знания ему было говорят 40 лет когда он получил вахью Муса алейссалам теперь это удел пророков простые люди могут быть такими как пророки то есть как мы сказали у пророков самого рождения как врожденным качеством были самые прекрасные нравы все нравы как у пророков простых людей такого быть не может у них могут быть какие-то нравы более развитые чем у других например от рождения человек хорошего нрава допустим человек от рождения великодушный другой правдивый третий шедрый четвертый храбрый могут быть люди у которых какие-то нравы более выражены развиты но все вместе в комплексе это только у пророков могут быть от рождения эти нравы развиты и человек уже сам как бы развивает эти нравы он сам должен над собой работать человек должен сам работать над своим нафсом это самое тяжелое дело работа над своим нафсом это самый тяжелый как бы джихад когда Аллах ему не дал такой например Гума ради Аллаху ангу был от рождения очень грубым человеком жестоким человеком и и когда Абубак объявил что он оставляет после себя халифом Умара сахаба побежали к нему ты что делаешь ты преступление против умы как ты его можешь назначать был человек от рождения грубый человек но он ради Аллаху ангу когда его выбрали халифом поднялся на первую ступеньку мембара и попросил Аллаха о Аллах смягчим англав он знал это за собой и он боролся с собой и он ради Аллаху ангу смог совладать своим правом он смог починить вот эту свою грубость и да бывало да с нарушителями он был порой очень жесткий грубый но в общем он исправил этот свандал из такого грубого жестокого человека превратился в человека очень мягкого сердца который очень много плакал из страха перед Аллахом из жалости к чему-либо понимаете он смог себя исправить и если человек работает он может над своими бабами можно работать и он приводит автонаш такие примеры как например мужество правдивость великодушие и так далее человек должен приобретать их тренировать себя пока он не вернется то есть не станет где-то на золотую середину сегодня мы слышим порой некоторые говорят что человек как родился так и не умрет а человек не меняется мы часто это слышим а бесполезно он сегодня какой родился такой он и будет это неправда если человек не меняется какой смысл было тогда пророка посылать с требованием меняться если он не меняется меняется только надо работать но под словом меняется это не означает что он должен полностью свой этот прав изменить если человек от рождения например грубый человек это не значит что он теперь должен стать паинькой такое все это чувство значит полностью стереть из сердца грубость нет такого не получается от него требуется только чтобы он Он, где необходимо, мог себя сдерживать. Где есть необходимость, чтобы он себя сдерживал. Это не значит, что он полностью от этого чувства должен избавиться. Человек, допустим, от рождения скупой. Это не значит, что он должен полностью из сердца стереть скупость. Нет, это не стирается. Просто, где надо, он, превзмогая себя, преодолевая себя, он должен, где надо закат отдать, отдать закат. Как бы тяжело ни было, как в Сирии у нас рассказывали, один состоятельный человек был очень скупой. Но верующий человек, когда ему сказали закат, он велел им, меня свяжите, говорит. Вон, ключ, возьмите, говорит, сейф, откройте, говорит, заберите. Но если я не связан, вы, говорит, а то ничего не заберете. Человек знает силу своей скупости и велел, чтобы его связали крепко, потом заберите, говорит, деньги и быстро уходите. Понимаете? Такое бывает. Так же, да, допустим, другое бывает. У нас, наверное, у каждого такое бывает. Иногда, когда надо садок отдавать, тут шайтан шепчет. У тебя там то, у тебя семья, у тебя туда надо, сюда надо, не надо, пусть у кого есть дадут. И вот такой момент. Это всего лишь секунды преодолеть эти козни шайтана через силу отдать. Этого достаточно. Это достаточно. Вот так в нужное время, чтобы ты этот нрав одолевал. Понимаете? Или, допустим, упоминается история Абузара, ради Аллаху Ангу, сподвижника пророка. Его раб сломал ногу его овцы. Абузар вышел, говорит, ты что делаешь? Он говорит, тебе назло сделал. Абузар понял все. Он говорит, назло тому, кто тебя, говорит, побудил этот поступок, я освобождаю тебя из злобства. То есть он понял, что это шайтан его, чтобы вызвать у него гнев. Абузар совладал с собой. Ты свободен. Теперь, может ли человек этот нрав изменить? Мы сказали, может. Но над этим надо работать. Насколько может это, как в хадисе говорит, куль-люнму яссарун лимаху ли каляху. Каждому облегчено то, для чего он как бы создан. То есть каждому удастся, как бы, то, что Аллах, Субханалу Аталу, ему предписал. Но человек должен работать. Хадис передает Базар. Атсада бну Абия Акаса. Что пророк, саллиллаху алейкум, говорит, все нравы у мусульманина могут быть, кроме предательства и лжи. Этих нравов Аллах мусульманину не дает. Верующему человеку предательство. Как отрождение не бывает, это уже приобретенные качества. Умар, Ради Аллаху Ангу, тоже говорил, храбрость и трусость, это, говорит, инстинкты, которые Аллах дает кому пожелать. Храбрость и трусость, это инстинкты, которые Аллах, Субханалу Аталу, дает кому пожелать. Это действительно так и есть. Бывают, допустим, дети от рождения храбрые. Аллах дал, он-то думает, что он такой красавчик. Нет, нет, это тебе Аллах дал. Другой бывает от рождения, допустим, трусливый, слабовольный. Но если человек борется над этим главом, он может это исправить. Даже есть у Чехова, он говорил, Антон Балыч, я каждый день выдавливаю из себя трусы. Я каждый день выдавливаю из себя трусы. Работал над собой. Поэтому если человек работает над собой, из детей, знаете, вот бывают такие ситуации, воспитание можно изменить главой детей. Можно. Бывает порой человек, ребенок очень храбрый, но если его воспитывать среди женщин или в кругу трусов, он становится трусом. И то же самое от рождения ребенок так слабодушный, трусливый. Если его воспитывать в кругу мужественных, храбрых людей, воспитывать, учить, наставлять, он становится храбрым. Это есть. То же самое – шедрость. Самый лучший метод, самый лучший метод – это хорошим окружением. Самый лучший метод изменения нрава – это выбор хорошего окружения. Если ты хочешь богобоязненность, дружи с богобоязненными людьми. Тебе нужна храбрость – дружи с храбрыми людьми. И ты обязательно перенимаешь это. Понимаете? Это есть. И так, если хочешь шедрость, дружи с храбрыми людьми, ты заразишься от них и тоже становишься шедрой. Хочешь быть скупым – води с скупыми людьми, и ты станешь скупой. И так далее, и тому подобное. Это то, что мы на сегодня хотели вам рассказать. Иншаллах, дальше, иншаллах уже идут каждый этот нрав, каждое это качество в отдельности, каким был пророк, алейсалату ассалам, в этих качествах. Мы сегодня коротко, в общем, сказали, что он был во всех положительных, хороших нравах достиг совершенства. был чист от всех плохих нравов. Просим Аллаха, субханного тааля, нам хороший нрав. Еще раз повторяю, в хадисе пророк говорит, ближе всего ко мне будут судный день, самыми близкими ко мне и самыми любимыми люди хорошего нрава. И дальше всего, и ненавистными будут ко мне люди плохого нрава. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейсалам, говорит, люди хорошего нрава достигают уровня тех, кто целыми днями постится, целыми ночами молится за свой хороший нрав. Поэтому хороший нрав сегодня нам крайне необходим. К сожалению, мы, мусульмане, утратили его, и мы смотрим сегодня поэтому люди, поехавшие в Европу, другие регионы, в Россию, говорят, у них нравственность выше, лучше, чем у нас. Они работают над этим, с детства воспитывают, учат. У нас, к сожалению, детьми никто не занимается. Дети брошены, как говорится, на улицу, и они там растут, на нравах улицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова